добрый вечер всем мы сегодня приступаем к очень большой теме которая займет несколько занятий и эта тема эта тема мартирология или или кедуша шем это тема которая в конечном счете в не меньшей степени чем она оказывается центральным мотивом одним из центральных мотивов еврейской традиции она одновременно является и не менее важной в традиции христианской это тема впервые судя по всему заявляется в во второй маковейской книги потом она будет развернута в гораздо более таком уроком и философском охвате четвертой маковейской книги собственно четвертая маковейская книга от начала и до конца посвящена только этой теме и оттуда из этих источников мотивы мартирологии кедуша шем перекочует с одной стороны в литературу раввинистическую с другой стороны в литературу христианскую в христианской литературе немножко забегая вперед в христианской литургии есть культ маковеев великомучеников при этом под этим поднимается не то что мы могли бы предположить не семья маковеев организовавшая восстание против антиоха епифана а как раз семь сыновей одной матери которые принимают мученическую смерть я хотел бы заметить что сама по себе эта тема до вышеозначенной эпохи эпохи связанные с гонениями антиоха епифана английской традиции в общем-то не возникает мы не находим этот мотив не в торе не в историях ранних пророков не в каких-то более поздних источниках единственная книга в танахе которая занимается этим вопросом это книга даниэля но книга даниэля сама по себе хотя и изображает эпоху вавилонского пленения достаточно позднее и по мнению многих исследователей привносит в свое описание мотивы и реалии которые связаны с эпохой эллинистической когда впервые в еврейской истории поднимается вопрос о противостоянии верб религиозных принципов потому что до этого все конфликты которые скажем нам известны носили как правило политический военный характер но не религиозный религиозных гонений на евреев не было я сейчас не буду заниматься вопросом о том что происходило или могло происходить в эгипте в момент исхода из эгипта потому что более поздние мидраши действительно как бы вчитывают в эту историю и и религиозные гонения тоже но в целом можно сказать что этот этос чужд библейской истории таковой и понятие кедуша шем которая впоследствии станет обозначать именно мартирологию но обозначает в торе нечто совершенно иное а есть два противоположных понятия ликадешет хашем улихалелет хашем ликадешет хашем это осветить божье имя ликадешет хашем это осквернить божье имя при этом понимается торой это таким образом что тот кто слушает голос бога и соблюдает его заповеди вот собственно и освещает божье имя тот кто эти заповеди нарушает тот это имя оскверняет речь не идет о ситуации пороговой ситуации когда человек оставят перед выбором или ты умрешь или ты будешь соблюдать заповеди бога в которого ты веришь тора такую ситуацию не рассматривает хотя увидим в дальнейшем делались попытки вчитать некоторые тексты торы и этот мотив эпоху и собственно говоря становится актуальным момент религиозных преследований антиоха эпифана и начиная с этого момента то есть второго века до новой эры и далее на протяжении еврейской истории по меньшей мере вплоть до возникновения государства израиль эта тема к сожалению остается постоянно актуальной она отражается в различных источниках как исторического так и чисто литературного характера так вот впервые эта тема заявлена во вторую маковейской книги это наиболее древний наш источник на эту тему книга даниэля более или менее совпадает с ней по времени поздние части книги даниэля ну как бы вполне возможно пишутся действительно в это время разница между книги даниэля и тем что мы находим во второй маковейской книге это то что книги даниэля мученическая смерть не происходит а мы об этом говорили там происходит чудо которое спасает героев являющих собой знак знак вер это и трое юношей в огненной печи и даниэль брошенный в логовище львов время как во втором и кавейской книге это главное отличие смерть происходит на самом деле чудо не происходит теперь я на перед тем как мы займемся чтением текстов хочу снова напомнить вам что это одно из кардинальных различий между первой и второй маковейской книги книгами первой маковейской книги нет мартирологии нет такого мученичества есть другой сюжет сюжет героической гибели в бою сейчас мы будем читать рассказ о старце и лазаре и который принял мученическую смерть и когда-то в свое время читая первую маковейскую книгу мы упоминали этот сюжет связи с гибелью брата иуды маковея и лазара который бросился под слона и взрезал ему брюхо и погиб в результате это смерть в бою героическая смерть но это как бы некая принципиально иная ситуация это ситуация проявления героизма во время боя а не в тот момент когда тебя ставят перед ситуацией выбора или умрешь или откажешься от своих убеждений судя по всему то стоит что что в первой маковейской книге сюжет сюжеты связаны именно с героической гибелью во время войны а во второй маковейской книгой книги является сюжетом артирологического характера не случайно но опять же по всей видимости объясняется тем что первая маковейская книга создана в земле израиля момент когда существует израильское государство израильское царство царство хасманеев и мученичество в принципе не является какой-то реальной стороной жизни людей которые воюют за это государство в то время как вторая маковейская книга как мы говорили создается в диаспоре а в диаспоре евреям неоднократно приходится противостоять давлению извне и попыткам их заставить отказаться от своих убеждений поэтому не случайно что такого рода сюжета появляется именно во второй маковейской книги я сейчас открою текст мы его мы начнем эти тексты читать а мы в прошлый раз прочли вступление вступление в тему автор рассказывал о преследованиях которые организовал антиох эпифан и сейчас как бы он проиллюстрирует то что он хочет на эту тему рассказать был некто элиазар вот этот 18 стих из первых книжников муж уже достигший старости на весьма красивой наружности его принуждали раскрывая его ему рот есть свиное мясо предпочитая славную смерть опозоренной жизни он добровольно пошел на мучение и плевал как надлежало решившимся устоять против того чего из любви к жизни не дозволено вкушать важно отметить что вообще имя элиазар имя не только распространенное но оно конечно символическое да потому что она значит бог помог и вот это имя появляется в четырех маковейских книгах постоянно первой маковейской книги как мы уже говорили это брат иуды маковея во второй и в четвертой это вот этот старец элиазар в четвертой он кстати превращается в священника вот а в третьей маковейской книги в талимеевском египте тоже есть старец элиазар который молится за народ вот так что это конечно как бы использование этого имени оно не случайно вполне возможно что рассказ который мы сейчас читаем это типический рассказ это не какая-то конкретная история которая происходила именно так как она описана некий типический рассказ о мученичестве еврейского праведника и как мы видим он решает решает предпочесть смерть опозоренной жизни и любопытно что здесь появляются такие статисты люди видимо среди иудеев которые перешли переметнулись к элином как тут сказано тогда приставленные к беззаконному жертвоприношению знавшие этого мужа с давнего времени отозвав его наедине убеждали его принести им самим приготовленное мясо который мог бы он употреблять то есть кошерное мясо тема кстати говоря кошерного мясо и как бы его выдвижения в некоторый центр кошерной еды как экзамен веры тоже появляется вот как в еврейской литературе именно в эту эпоху в эпоху маковейскую так вот они готовы принести приготовленное имя мясо которое он мог употреблять но только притвориться будто есть назначенные царя жертвенное мясо как мы видим здесь дело не только в том что он отказывается есть свинин но но и в том что это идоложертвенное мясо это жертвенная языческая трапеза которую он отказывается участвовать дабы изба через это избавиться от смерти и по давней с ними дружбе воспользоваться их человеколюбиями но он утвердившись доброй мысли достойно его возраста и почтенной старости и достигнутой им славной седины благочестивого из детства воспитания на самом деле правильный правильный перевод не воспитания а а благочестивого поведения а более всего святого и богом данного законоположения соответственно сему отвечал и сказал немедленно предать смерти он просит чтобы его предали смерти ибо недостойно нашего возраста лицемерить дамы многие из юных узнав что 90-летний или азар перешел в язычество и сами вследствие моего лицемерия ради краткой и ничтожной жизни не впали через меня в заблуждение и через то что я положил бы бесчестие и пятно на мою старость если в настоящее время я избавлюсь мучения от людей но не избегну десницы всемогущего не всей жизни не по смерти надо отметить что это опять таки вещь которая появляется именно в эпоху эллинистическую представление о жизни после смерти или он а наказание после смерти а мы не находим этой идеи хотя ее и изо всех сил пытаются найти мудрецы не в текстах ранних и поздних пророков это появляется именно в эллинистическую эпоху значит и есть некое посмертное воздаяние опять же эта идея появляется и в книге даниэль посему мужественно расставаясь теперь с жизнью сам я являюсь достойным старости говорит он а юным оставлю добрый пример охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые святые законы сказав это он тотчас пошел на мучение а те которые били его и незадолго перед тем оказано ему доброжелательство изменили в ненависть по причине выжескаженных слов ибо они почли их за безумие и так безумен тот кто жертвует собой ради своих убеждений готовясь уже умереть под ударами он востенав произнес господу имеющему совершенное ведение известно что я имея возможности избавиться от смерти принимаю вечуемым телом жестокие страдания душою охотно терплю их по страху перед ним а вот это выражение имеющего совершенное ведение видимо почерпнуто из песни ханы в первой книге шимуэля бог называется богом знаний вот и это будет иметь существенное значение дальше когда мы будем читать историю о матери и семерых сыновьях и так скончался он оставив смерти своей не только юношам но и весьма многим из народа образец доблести и памятник добродетели а вот здесь в этой истории мы впервые в еврейской традиции сталкиваемся с сталкиваемся с историей мученической смерти ради своих убеждений и и это мученическая смерть настигает еврейского становится уделами еврейского праведника противостоящего греческим властям любопытно здесь в этой связи отметить что в греческой традиции такого рода сюжет тоже нам известно и наиболее знаменитый из этих сюжетов это сюжет мученической смерти сократа который рассказывает платон своих диалогах в частности в апологии сократов и что менее любопытно что повторяется не только мотив мученической смерти как таковой но и некоторые дополнительные детали так например сократу его ученики предлагают организовать бегство из тюрьмы а сократ который обменяется в том что он развращает юношество финское и за это арестовывается и приговаривается к смерти а финским судом сократ может в принципе бежать но он отвечает своим ученикам что он не готов смолодушничать перед смертью ради того чтобы спасти свою жизнь и придать все то что он ценил как наивысшую ценность до сих пор там естественно речь не идет о соблюдении божественных заповедь но идет речь о некоем праведном образе жизни и конечном соединении с богом после смерти сократ верит то что и душа его соединиться освободившись от телесных оков соединиться с бог здесь нет идеи освобождения от телесных оков которые это идея потом позже придет в религиозную традицию главным образом христианскую но будет и в еврейской тоже но не исключено что история сократа по крайней мере отчасти явилась определенным источником вдохновения для еврейского мотива кедуша шем вот этой истории старца элязара еще я хочу здесь вспомнить текст современ но очень как бы коррелирующий с прочитанным нами рассказом текст 20 века пьеса брехта которая называется жизнь галилея я думаю что многие из слушателей знакомы с этим текстом я напомню на всякий случай все таки основной момент галилей отказывающийся от своих убеждений в этом смысле представляющий собой полную противоположность как нашему герою и лазару так и греческому сократу так вот галилей после своего отречения разговаривает с учеником которая обвиняет его в трусости и галилей пытается объяснить его и убедить его в том что предпочесть смерть сейчас это безумие потому что не приведет какой пользы не принесет никакой пользы если он остается жизнь то он может еще что-то сделать для науки проходит некоторое время какое-то количество лет и ученик приходит снова уже дряхлому галилею который живет под надзором церкви и говорит ему учитель ты был я понял ты был прав ты сделал правильный выбор и на это галилея отвечает своему ученику ты как раз ничего не понял я сделал самый неправильный выбор из всех которые я мог сделать этот выбор был продиктован только одним моей отсутствием мужества личной моей трусостью и шли и теперь я явил пример юным людям на то о чем говорит здесь и лазар теперь все будут знать что истину можно продать что истина это блудница и за нее не стоит отдавать жизнь понятно что брехт пишаете строки думал о действительности того времени которым он жил а вот но как бы здесь мы с вами сталкиваемся с такой действительно кардинальной дилемой кардинальной дилемой что является более важным человеческая жизнь или человеческие убеждения человеческая вера это этот вопрос сопровождает человечество многие столетия и однозначного ответа на этот вопрос не получим а мы скажем живем в обществе которое на сегодняшний день поставила человеческую жизнь во главу угла как высшую ценность именно исходя из страшных уроков пренебрежения человеческой жизнью которые которые были преподаны главным образом во время двух мировых войн и собственно говоря мы сталкиваемся с этим и сегодня в то же самое время то же самое время всегда может возникнуть вопрос достаточно ли просто выжить не следует ли задуматься над вопросом о том выжить ради чего а вот это тот вопрос который ставит перед нами здесь вторая маковейская книга образе этого старца и лазара который и как бы понятно что его его устами говорит сам автор считает что есть ценность более высокая чем человеческая жизнь это первый раз из двух рассказов который появляется в маковейской книге во втором маковейской книге а второй рассказ он чрезвычайно знаменит потому что его ожидала судьба которую можно назвать снежного кома или как бы кругов порождаемым порождаемых камнем брошенным волны этот рассказ стал повторяться и повторяться и повторяться в разных версиях повторяю и в еврейской и христианской традиции и он как бы стал у своего рода таким вот основным основным рассказом повествующим о освещение освещение божьего имени и в отличие от рассказа с лазаром где выбор был личный у человека касающийся его жизни здесь еще речь здесь как бы драматизм ситуации усиливается тем что речь идет о в отношениях матери собственными детьми собственными сыновьями вот мы прочтем сейчас этот рассказ обсудим его и впоследствии посмотрим что с этим рассказом произошло дальше случилось так же понятно что эти два рассказа они как бы изначально автономные они были соединены вместе вследствие близости тем случилось так же что были схвачены всем братьев с матерью и принуждаемы царем есть недозволенное свиное мясо вы втерзаемы мечами и жилами заметьте что не в том рассказе в рассказе об или азаре не в рассказе этом не говорится где происходит действие иерусалим это другое место это может быть мы увидим что есть традиции которые считают что это происходило в антиохии например в столице селевкидского царства и время тоже не заявлено вот это в какое-то время как бы имя антиоха епифана здесь не назван но поскольку это вставлено в контекст второй маковейской книги то естественное предположение что царь это антиох епифан хотя он повторю не называется по имени и как бы вследствие того что у этого рассказа нет четких обоих этих рассказов нет четких координат как временных так и пространственных они как бы становится становится какой-то момент над временем они приобретают вне временной характер и вот дальше как бы есть цепочка ответов один из них приняв на себя ответ видимо старший сказал о чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас мы готовы лучше умереть нежели приступить отеческие законы когда царь озлобившись приказал разжечь сковороды и котлы то есть как бы начинается пытка тогда они были разжены разожжены тотчас приказал принявшему на себя ответ отрезать язык и содрав кожу с него осечь члены тела ввиду прочих братьев и матери а то есть не просто мученическая смерть это да и в этом смысле есть как бы усиление по сравнению с предыдущим рассказом которым просто сказано что элиазар зашел на плаху и умер здесь как бы есть подробное описание пыток которым царь подвергает сыновей отрезает язык сдирают кожу потом эти вещи проникнут в еврейской традицию в истории о десяти казненных римлянами которые мы читаем в емкий пор там тоже вот такие жуткие натуралистические подробности лишенного всех членов но еще дышащего велел отнести к костру и жечь на сковороде даже от сковороды распространилось сильное испарение они вместе с матерью вещевали друг другом мужественно претерпеть смерть говоря господь бог видит и поистине у милосердится над нами как моисей возвестил своей песни перед лицом народа и над рабами своими у милосердится на значит как бы здесь цитируется песня азину вот текст написан на греческом языке но мы хорошо знаем данном случае оригинал а самом тексты песни газину где на иврите на иврите буквально буквально сказано сказано так ки яддин адунай аммо веаль авадав итнахам да итнахам господь будет судиться судить свой народ судить в смысле справедливого суда то есть против их врагов веаль авадав итнахам и смилостивиться над своими ровами вот и видимо автор маковейской книги воспринимает это как некое мото которое не просто вот один раз произнесено оно становится некоторой надеждой тех кто освещает божественное имя когда умер первый вывели на поругание второго и содрав да а как он мог говорить кто говорит вот первый и первый сын говорит это братья с матерью остальные братья на тут это из перевода не очень ясно но имеется ввиду что остальные шестеро братьев вместе с матерью произнесли этот текст первый сын уже не мог поскольку у него отрезали язык когда умер первый вывели на поругание второго и собрав с головы кожу с волосами спрашивали будет ли он есть прежде нежели будут мучить по частям его тело он же отвечая на отечественном языке сказал что за отечественный язык это не очень ясно возможно возможно подразумевается или иврит или арамейский язык на греческ язык отметить что герой 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 Он же, отвечая на отечественном языке, сказал нет. Поэтому и он принял мучения таким же образом, как и первый. Быв же при последнем издыхании сказал, ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной. Вот здесь, на самом деле, опять же, как и в книге Даниэля, впервые в еврейской традиции появляется идея воскресения, воскресения из мертвых. Значит, в книге Даниэля, в 12 главе сказано буквально следующее, сейчас, секунду, значит, говорится там, что многие из спящих в опрахе проснутся, воспрянут одни для вечной жизни, а другие для вечного позора. То есть, идея воскресения из мертвых появляется в еврейской традиции, опять же, именно в это время. Есть некоторые тексты, которые с определенным трудом можно развернуть в этом направлении, более ранние пророческие тексты. Один текст в книге Ишаяву, довольно темный и неясный, который, к тому же, некоторыми датируется персидской эпохой, где действительно содержится некое пророчество, где говорится, будут живы твои мертвые и восстанут, и проснутся, и запоют живущие в опрахе. И это, собственно, стих, который использует автор книги Даниэля, но в книге Ишаяву, возможно, речь идет о какой-то метафоре, равно как в книге Ихискеля, где есть знаменитое пророчество о сухих костях, которые тоже вдруг обрастают плотью, и эти мертвые становятся живыми, но уже в классических комментариях высказывалось мнение, что это метафора возвращения народа Израиля на свою землю. Это, собственно говоря, таков контекст этого пророчества, очевидно, что это там метафора. А в книге Даниэля и во второй Маковейской книге действительно в ясной форме появляется идея о воскресении из мертвых. По мнению некоторых исследователей и историков, эта идея пришла в еврейскую традицию не без влияния зороастризма, поскольку в зороастризме эта идея действительно занимает довольно важное место. Будущее воскресение из мертвых во время последнего суда. Вот здесь это тоже есть. Тогда, если это действительно связано с влиянием зороастризма, начало этих идей могут фиксироваться в какой-то момент в персидскую эпоху. Но в ясной форме, повторяю, они озвучиваются в текстах еврейских эпохи эллинистической. После того третий подвергнул был поруганию, и на требование дать язык тотчас выставил его неустрашимо, протянув и руки, и мужественно сказал, «От неба я получил их, и за закона его не жалею их, и от него, надеюсь, опять получить их». То есть снова намек на воскресение из мертвых. «Сам царь и бывшие с ним изумлены были таким мужеством отрока, как он ни во что вменял страдания. Когда скончался и этот, то есть третий сын, таким же образом терзали и мучили четвертого. Будучи близок к смерти, он так говорил, умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит. Для тебя же не будет воскресения в жизни». Снова идея о воскресении из мертвых. Сейчас мы увидим, что появится еще одна очень важная идея, которая до сих пор никак не озвучивалась в еврейской традиции, за исключением, опять же, одного несколько темного текста, который был истолкован таким образом. Мы увидим это сейчас. Затем перевели и начали мучить пятого. Он, смотря на царя, сказал, «Имея власть над людьми, ты сам, подверженный тлению, делаешь, что хочешь, но не думай, чтобы род наш оставлен был Богом. Подожди, и ты увидишь великую силу его, как он накажет тебя и семя твое». Тут немножко переставляется проекция, и речь идет уже не о личном воскресении мучеников, а о том, что народ Израиля оставлен Богом лишь на время. После этого привели шестого, который, готовясь на смерть, сказал, «Не заблуждайся напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешив перед Богом нашим. Оттого и произошло достойное удивление». Значит, этот брат произносит теодицею, теодицея, то есть оправдание божественного суда, оправдание Бога. Эта идея как раз хорошо известна нам из библейских текстов различных. То, что происходит, страдания, которые происходят, это наказание за грех. И под грехом здесь, конечно, имеется в виду не грех лично вот этих юношей, а грех всего народа. «Но не думай остаться безнаказанным ты, дерзнувший противоборствовать Богу». Наиболее же достойна удивление и славной памяти мать, которая видит, как семь ее сыновей умерщвлены в течение одного дня, благодушно переносила это в надежде на Господа. Ну, благодушно это, конечно, неправильный, нехороший и плохо звучащий перевод. На самом деле, буквальный перевод греческого термина здесь доблестно переносила это в надежде на Господа. «Исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она бы очаяла каждого из них на отечественном, опять же, языке, и говорила им. То, что здесь говорится, женское рассуждение мужеским духом, такое несколько странное выражение, но, видимо, имеется в виду, что она мать, которой свойственно жалеть своих детей. Это первое и первичное материнское чувство, первичная эмоция. Но она укрепляет это чувство мужеским духом, духом противостояния, духом готовности принять смерть ради своих убеждений. В четвертой Маковейской книге это вообще станет как бы центральным темой, это своего рода центральная тема и своего рода такой стоицизм. И, значит, как бы в эллинистическом мире предполагалось, что женщине свойственно, как правило, некая мягкость, хрупкость, слабость, а отвага и мужество – это черты мужские. И поэтому, значит, как бы здесь и говорится, женское рассуждение мужеским духом. А вот снова я обращаю ваше внимание на то, насколько текст, который по идее своей противостоит греческой цивилизации, на самом деле черпает из нее очень много разных идей. Так вот, она поощряла каждого из своих сыновей на отечественном языке и говорила им, «Я не знаю, как вы явились в очреве моем, ни я дала вам дыхание и жизнь, ни мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы». Да, значит, мы видим здесь, что как бы соединяется, соединяется здесь как идея рождения человека, так идея творения. Впоследствии мудрецы будут говорить о том, что в сотворении человека участвуют трое, его родители и Бог. Вот нечто подобное здесь говорит и мать этих сыновей. Итак, мать оказывается ничуть не слабее своих сыновей, готовых принять смерть. и здесь как бы, что называется, перед тем, как последний из семи сыновей явится на сцену, делается такое усиление драматизма, попытка оттянуть этот конец. Антиох же, думая, что его презирает и принимает эту речь за поругание себе, поскольку он не понимал, что она говорит, она говорит на отечественном языке, убеждал самого младшего, который еще оставался не только словами, но и клятвенными уверениями, что и обогатит и осчастливит его, если он отступит от отеческих законов, что будет иметь его другом и вверит ему почетные должности. То есть он его пытается купить, так же точно купить, как пытались купить, согласно Первой Маковейской книге, Матитьягу, отца Маковея. Но в Первой Маковейской книге какова реакция Матитьягу? Он отказывается и убивает отступника, представляя образ ревнителя, Каная. Здесь же образ мученика. Но как юноша нисколько не внимал, то царь, призвав мать, убеждал ее посоветовать сыну сберечь себя. После многих его убеждений она согласилась уговаривать сына, как мы видим, то, что называется, для видимости. Наклонившись же к нему и насмехаясь над жестоким учителем, она так говорила на отечественном языке. «Сын, сжалься надо мной, которая девять месяцев носила тебя во чреве. Три года питала тебя молоком, скормила и вырастила, и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий». Это, кстати говоря, тоже одно из первых утверждений, если это понимать, возможно, несколько переводов. Но один из переводов, одно из возможных пониманий, что действительно утверждается, что Бог сотворил мир из ничего, то, что называется ешмиаин. Идея, которая впоследствии станет центральной как в еврейской, так и в христианской традиции, но идея, в общем, не заявляемая, как некий принцип в Танахе. А здесь она заявлена тоже. «Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять переобрела тебя с братьями твоими». И когда она еще продолжала говорить, юноша сказал, да, она тоже как бы намекает на соединение после смерти. «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а повинуясь повелению закона данного отцам нашим через Моисея. Ты же, изобретатель всех зол для евреев, не избегнешь рук Божьих». Антиох здесь противопоставляется Богу. Бог – Творец мира. А Антиох – изобретатель, создатель всяческих зол. «Мы страдаем за свои грехи. Если для вразумления и доказания нашего живой Господь и прогневался на нас на малое время, то он опять умилостивится над рабами своими. Ты же, нечестивый и преступнейший из всех людей, не возносись напрасно, надмиваясь сложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов его. И вот ты не ушел еще отсюда всемогущего и всевидящего Бога. Братья наши, претерпев на некраткое мучение по завету Божьим, получили жизнь вечную». А вот это еще и дополнительная идея вечной жизни после смерти, которая тоже появляется в иудаизме именно в эллинистическую эпоху. «А ты, по суду Божью, понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю и душу, и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы Он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карами исповедал, что Он один есть Бог, и чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев всемогущества, всемогущего праведно постиг же весь род наш». Иными словами, здесь появляется идея, она еще не очень в такой четкой и ясной форме произнесена. В четвертом и корейской книге она будет тоже произнесена как некая религиозная креда, что праведники собой искупают грех народа. идея, с которой мы опять-таки не сталкиваемся в Танахе, за исключением одного текста, который был соответствующим образом истолкован, и о котором я еще скажу несколько слов, но впоследствии эта идея естественно станет центральной для христианской театологии идеей искупления. но и в еврейской теологии она будет играть немалую роль, ибо я опять вспомню рассказ о десятерых казненных римлянами, там в центре всего идея о том, что десять мудрецов искупают своей смертью грех народа, совершенный еще во времена патриархов, когда братья продали Иосиф. Значит, как бы вот эта идея впервые появляется здесь. Праведные искупают собой грех народа. На них, на их смерти, гнев Бога может закончиться, завершиться. Тогда разгневанный царь поступил с ним еще более жестоко, нежели с прочими, негодуя на посмеяние. Так и этот кончил жизнь чистым, всецело положившись на Господа. А после сыновей скончалась и мать. На этом эта история заканчивается. Он завершает и говорит о жертвах фидельских и необыкновенных муках. Сказано, довольны. То, что я еще успею сегодня сказать, это напомнить действительно вот этот текст в Танахе, который, возможно, подразумевает некоторую идею искупления. Искупление одним человеком греха коллективным. На самом деле, может быть, в Торе можно найти некий намек эту идею. Это не произносится в ясной форме. В Торе есть закон о городах-убежищах. И он в разных формах появляется в разных текстах Тори. В наиболее развернутой форме он появляется в книге Бамидбар. В конце книги Бамидбар. И там, в частности, говорится, что убийца, который убил непреднамеренный, который имеет право на то, чтобы найти убежище в таком городе, должен оставаться там вплоть до смерти священника помазания. Коэн-Машиах. Коэн-Машиах. И сама Тору не объясняет, почему это так. И было предложено впоследствии, уже в классических комментариях, несколько разных объяснений. Одно из них это одно из объяснений говорит о том, что раз каденцию такого священника помазанника случилось убийство, значит, он виноват, и он наказанием закончится только с его смертью. Но есть и другое направление объяснения, которое говорит, что своей смертью праведный священник, священник помазанник, искупает это убийство, и поэтому человек может после этого покинуть город-убежище и вернуться на родину. Но, повторяю, в Торе это лишь какой-то намек. Основной же текст Танахи, который в этой связи часто цитируют, это 53-я глава книги пророка Ишаяу. Та часть книги пророка Ишаяу, которая была создана уже в персидскую пол, не пророчество Ишаяу сына Амоци 8 века до новой эры, это пророчество 6 века, и там возникает некий образ божьего раба, который в некоторых текстах предстает как мученик, а в 53 главе там подчеркивается, что он не просто мученик, он не просто мученик, а говорится там буквально следующее «Вегу хет рабим наса велапош им евгия и он грех многих понес и за преступников молился, обращался к Богу». А этот текст довольно неясный, помимо прочего, потому что текст политический, текст пророческий, что именно имеется в виду под утверждением, что он понес на себе грех многих, но судя по всему здесь действительно какая-то идея искупления кем-то коллективного греха. Теперь есть два комментария касающиеся этого текста. один еврейский, другой христианский. Понятно, что христианская теология истолковала этот текст как намек на Иисуса, а еврейская теология, еврейская традиция восприняла образ божьего раба как образ коллективный, как образ народа Израиля, который страдает за грехи всего человечества. Такая вот идея была высказана. И если это так, то на чем я завершаюсь, если это так, то тогда мы находим действительно в Танахе какие-то своего рода намеки на провозвестие вот этой будущей концепции праведника, искупающего собой грехи многих, грешников. мы перед тем, как я дам вам возможность отреагировать и задать вопросы, я только скажу, что на следующем занятии мы продолжим эту тему и поговорим о развитии этой темы как еврейской, так и христианской традиции и как эти истории были интерполированы в тексты Тора. Мы тоже с вами увидим. Пожалуйста, если есть вопросы, замечания, то сейчас самое время их задать. Народ, есть вопросы? Алло, вопрос такой. Как это сочетается с традицией ислама, когда то же самое это очищение, это возвращение, это вторая жизнь, это райская жизнь и так далее. Откуда это пошло? Если есть возможность на этот вопрос ответить. Если речь идет именно о будущей загробной жизни, о воскресении из мертвых, то, конечно, ислам уже это почерпнул из представлений иудаизма того периода, поскольку ислам возникает как религия, как мы знаем, в седьмом веке, представление как еврейский и так и христианский о будущей жизни и о воскресении из мертвых были тогда уже чрезвычайно развиты. И основоположники ислама, в том числе Мухаммад, знали об этом. Что касается Мухаммада, то существует, как известно, насколько это исторически достоверно это вопрос, но в принципе предполагается, что на первом этапе своих религиозных исканий он учился у евреев и как бы постигал основу монотеизма через них. То есть то, что это есть в исламе, это неудивительно. Другое дело, что в исламе более чем где бы то ни было было смешано две разных идеи. Идея вот такой мученической смерти и идея джигада. Идея джигада это нечто совершенно иное. Это тоже принятие смерти за веру, но при этом это как бы священная война. Это не просто мученическая смерть, а это как бы попытка уничтожить тех, кто в глазах этих людей является неверным. Это совершенно уже другое ответвление. В этом смысле то, о чем мы говорили сегодня, это то, о чем будем говорить в следующий раз, это как бы вопрос именно личный выбор человека, который оказывается в ситуации выбора и перед этой ситуацией его ставят как правило инородцы, властители, иногда даже не только инородцы, властители, которые как бы пытаются говоря сегодняшним языком превратить его в лагерную пыль, а он стоит и не уступает. Темы эти на самом деле достаточно актуальны и сегодня. Я бы осмелился задать такой вопрос, на который я понимаю, что как бы это дилемма, ответа однозначного нет, но тем не менее это было означает как бы рамки противостояния. Понятно, что есть такая дихотамина, правильно сказать, диалектика, но с одной стороны есть глобальная тема ценности человеческой жизни, ценности жизни как таковой привести энцфор псукин, да, будешь жить ты, да, то есть рад ли нам для того, что жить, это дерево жизни для тех, кто из нее дерутся, жизнь как таковая и жизнь человека как, ну, я не могу сейчас, скажем, или возможность для служения Богу, правильно, ло амеким я, ло и я, то есть мертвые не благословляют, а благословляют живые, в этом как бы это ценность, правильно, с другой стороны, ну, скажем, вот то, что мы, то, что как бы, ну, ты говорил кеду Шашем, то, что мы говорили совсем недавно про Шешмини, правильно, когда говорится, Шах говорит о Ароне после смерти двух его сыновей, да, и вот теперь я понял, что то, что говорил мне Господь, я очень близко цитирую, может быть, не совсем правильно, кеду Шим благословлюсь, и там не к душимам и к удашим, то есть те, которые меня будут прославлять, то слышишь, что они погибнут, понимаешь, и вот это вот действительно между этим и этим, как это понять? Вот когда я говорил, что будут вчитывать в истории Торы вот этот мотив кеду Шашем, я имел в виду с одной стороны Акидат Ицхак, а с другой стороны как раз историю про сыновей Арона, про Надаву и Абигу, который таинственную, не очень ясную смерть принимает, и там действительно Моше говорит эту фразу «Бикрувай кадеш вальпной кула». «Бикрувай», Вот, как это понять? Есть несомненно такого рода противостояние и такого рода дихотомия, при этом мы должны понимать, что в древности представление о такой вот сверхценности человеческой жизни не было превалирующим, хотя мы находим в Торе разного рода утверждения, касающиеся ценности человеческой жизни, но тем не менее, как бы, скажем так, в в наше в наше время, в современную эпоху это стало более как бы таким заточенным, противоречащим друг другу, потому что ценность человеческой жизни стала действительно чем-то превалирующим над всем, и это, конечно, ставит вопрос о том, что важнее зависит, естественно, от ситуации жизни отдельного человека, жизни целого общества, это как бы то, что обсуждается сегодня. на совершенно другом уроке приводил историю, она не совсем связана с Кедуша Шема, она связана со всей этой проблематикой тоже. История другого рода, как бы, более актуальная для наших сегодняшних переживаний. В Талмуде, в трактате Трумот рассказывается история о том, приводится закон, что, согласно которому, если инородцы требуют у евреев выдать им одного из них и называют его по имени, то тогда этого человека надо выдать. И там рассказывается история, что некий беглый повстанец пришел в лод к рабе Иушоас Бен-Леви, и тот после того, как на него надавили власти, решил выдать этого человека. И к нему перестал являться пророк Ильяу, ему перестал являться пророк Ильяу, и когда тот после постов все-таки вынудил Ильяу как-то отреагировать на происходящее, он ему сказал, что я не хочу являться тем, которые выдают своих людей. А тот ему отвечает, ну я же исполнил закон, на что Ильяу говорит, это не есть закон праведный. В изо мишнат хасидим, мишнат хасидим, да, то есть как бы это немножко другое противостояние, но тоже противостояние. Что важнее, ценность человеческой жизни, человеческая жизнь, или какие-то другие соображения, будь то соображения пользы для общества, будь то соображения как бы некоторых принципов, да, принципы, ради которых можно пойти на смерть. Это вопросы, которые на самом деле никакого однозначного ответа не имеют. Понятно, что автор нашей книги прославляет этих людей. Мы увидим в следующий раз, что, по крайней мере, мудрецы Талмуда пытались как-то несколько сузить эту сферу, как бы подчинить ее каким-то определенным рамком, добавить какой-то рациональный элемент здесь. Но это, как бы, я говорю, это отдельная история, о которой мы будем говорить. Однозначного ответа нет, конечно. каждый решает это в тот момент, когда сталкивается с этим. В наше время знаменитая фраза Агидем, однорукого Трунбельдора, который сказал, то фламут бы адарцейн. Да? Да. Это в каком-то смысле. ну, скажем, современное, можно сказать, нерелигиозное, как угодно, национальное выражение. Киду Шашема. Да, это верно. Окей. Народ. Да, Юсеф. Можно? Я хотел... Конечно. Да. Мне кажется, этот вопрос, если что-то важнее жизни самой человеческой, это кардинальный вопрос религиозного или духовного сознания от современного, мне кажется, светского. Для светского человека, безусловно, важнее жизни нет ничего. И поэтому нет ничего такого святого, более ради чего можно было бы отдать свою жизнь и пожертвовать жизни человеческой. Я в этом не убежден. Это зависит от того, что это за светский человек. Есть такие светские люди, которые действительно придерживаются убеждения, которые ты сейчас выражаешь. Но вот только что Натан говорил про труп Бельдора, и мы сталкиваемся сегодня с лучшими примерами героизма такого рода. Да, но в основе этого лежит некое в моем понимании даже, может быть, неосознанное религиозное сознание, что есть некоторые идеалы, ради которых можно пожертвовать жизнью. Или может быть, слово религиозное не очень подходящее, может быть, сказать, духовное. Я думаю, что да. То есть, если понимать под религией действительно приверженность некоторым идеям, идеалам, которые являются выше всего остального, тогда можно назвать это религиозным сознанием. Но, в общем, это некое сознание, которое действительно ставит определенные ценности выше человеческой жизни. Мне это напоминает, может быть, кто-нибудь видел из вас такой фильм замечательный Стэнли Крэмера под названием Нюрнбергский процесс. И там такая в конце уже этого фильма такой диалог происходит между прокурором, который требовал смертной казни для обвиняемых, представители немецкой юридической структуры, он требовал смертной казни для обвиняемых, а под конец под давлением своих шефов, которые говорили о том, что надо искать начинается холодная война, надо искать какие-то точки соприкосновения, возрождать Германию, он как бы сошел с этой дистанции, а в результате судья, которого он считал мягкотелым, приговорил их всех к пожизненному заключению. Он подходит после этого приговора к суде и спрашивает у него, вот скажите, я пытаюсь понять, я был как бы таким вот ястребом, а вы вроде как мои глаза голуби, вам все перевернулось, но разве вы не согласны с тем, что самое главное для нас это выжить? И вот этот судья отвечает ему таким и словам, мне врезались в память, выжить, просто так выжить недостаточно, в качестве кого хотите вы выжить? А вот это вот тоже это противостояние. Окей. Да. Спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо, Дима. Спасибо и до следующей встречи. Окей. Будем надеяться получше для всего нашего народа. Всем счастливо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok